Дальневосточный полпредпрезидента 2001 год, Хабаровск. Представители городского следственного изолятора делают неожиданные заявления, всколыхнувшие весь криминальный мир России. Умер вор в законе, теневой хозяин Дальнего Востока Евгений Васин, он же Джем. Причина смерти банальна – сердечный приступ. Однако, именно под внезапную остановку сердца удобно. Вор-самозванец в криминальных кругах означает только одно – приговоренный. Но Джем выиграл эту смертельную схватку. Самозванцем его объявил грузинский вор в законе, а среди славянских уже давно зрело недовольство нашествиям кавказских авторитетов, многие из которых банально покупали криминальный титул за деньги. Однако, в середине 80-х на Дальнем Востоке только Евгений Васин обладал реальной силой, чтобы противостоять чужакам. Джем заявил, что объявит в регионе войну против грузинских воров в законе. Славянские авторитеты после тяжелых споров решили, что Джема нужно простить. Воровской подход к нему был сделан 2 октября 1985 года в Тобольской спецтюрьме. Несмотря на все претензии, которые у воров к нему существовали, политическая обстановка в воровском мире вынуждала этот шаг сделать, потому что на Дальнем Востоке воров не было, начиная где-то с 60-х годов, и это был первый вор. На волю Джем вышел триумфатором. В родном Комсомольске вора в законе встречают как настоящего хозяина. Его слово ввергает в страх не только весь уголовный мир Дальнего Востока. Даже местная милиция обращается к нему с уважением. Евгений Петрович. Почему вы не даете, чтобы защищали меня люди? Да я не кричу, я не подберюсь, я просто говорю, потому что вы не так глухие. Кадры решают все. Эту истину Джем осознал уже давно. Он собирает вокруг себя наиболее преданных подростков и делает их ворами. Волчок, Стрела, Ева, Сахно. Эти имена начнут всплывать чуть позже, пока они только учатся у бати, так называли Васина в узком кругу. На этом мусоре учат воровать, грабить, убивать. Учили когда-нибудь? Каждый знает его долю. Умеешь воровать, умеешь драться вперед. Что нас объединило? Дружба. В конце 80-х в столицу Дальнего Востока, Хабаровск, возвращается сидевший вместе с Васиным Владимир Податьев, кличка Пудя. Поскольку он хорошо был знаком с Джемом, с Васиным, поддержал его идеи, дальше пошло развитие. И это развитие дальше как бы воплотилось в Ассоциацию Свобода. То есть Податьев тогда уже понимал, что мелкие, грубкие перспективы не имеют. Отсидев в тюрьмах 18 лет из своих 35-ти, будущий смотрящий за Хабаровском Владимир Податьев проникся воровской идеологией. Но сам так и не вошел в криминальную элиту. В начале 90-х два дальневосточных криминальных лидера Джем и Пудель пока союзники. Чуть позже они станут почти родственниками. Джем будет крестным отцом сына Податьева. Вот резкие кадры того времени. Эти съемки сделаны во время крестин. Пока дальневосточники все вместе. Им нечего делить. Податьев довольно быстро создает в Хабаровске ассоциацию Свобода. В нее вливаются трудные подростки, спортсмены, вчерашние заключенные, только что вышедшие на свободу. По сути, это было хорошо организованное преступное сообщество, которое за короткое время смогло добиться полного контроля над городом. Ассоциация Свобода, она как бы брала на себя функции, ну, отчасти государственных структур. Таким образом они, скажем, привлекали в свои ряды кооператоров, предлагая взамен охрану за определенные взносы. Отдельные коммерсанты получали, как бы, индульгенцию. Джем поручает Пуделю часть собранных с коммерсантов денег переправлять в Комсомольск, в так называемый общак. Для ведения теневой бухгалтерии подать его нужен был свой финансист. И так называемый главбух Хабаровской ассоциации Свобода очень быстро нашелся. Человек Игорь Риммер, который, значит, был судим за экономические преступления, сидел в Казахстане. Ну, он был судим за валютные операции с драктметаллами. Игорь Риммер. Молодой человек небольшого роста, с видом более напоминающим выпускника физмата. Стал финансовым гением группировки. 1991 год. По всей стране проходят народные волнения. В магазинах дефицит на сигареты и табак. Именно на этом сыграл Риммер. Риммер сумел найти подход к тогдашнему руководителю Росбакалею Павлову. Был заключен вполне легальный договор от организации общества слепых и инвалидов детства. Росбакалея отпустила значительное количество сигарет. Общество слепых обязалось поставить крышку для закатывания банок. На бумаге договор как бы был выполнен. Другой вопрос в том, что сигареты эти в общество слепых не поступили. Инвалиды даже не догадывались, что столь дефицитный товар уже загружен в железнодорожные составы и двигается в сторону солнечного Узбекистана, в Ташкент. Там табак быстро реализовали. Ассоциация «Свобода» получила свой первый серьезный капитал. Смотрящий за Хабаровском даже начинает заниматься благотворительностью. Помогает бабушкам, организовывает социальные акции для пенсионеров. И даже продукты к праздникам дает. Поступления из Хабаровска в Комсомольский общак растут. Джем доволен. Можно спокойно усиливать свое влияние в других регионах Дальнего Востока. Но в 1993 году с Пуделем начинают происходить странные вещи. Сначала Хабаровский авторитет решает пойти в политику. Он становится членом комиссии по правам человека при президенте. Вот он на встрече с Борисом Ельциным. Смотрю вас за дисциплину, за порядок. За то, что вы ведете линию так, как она нужна России, в чем заинтересована Россия вся, и россияне, и казачество. Я, конечно, в ответ на ваш призыв буду делать все, чтобы вас поддержать. Затем его избирают заместителем Верховного Атамана Союза Казачьих войск России и зарубежья. А также в Президиум Центрального Комитета Свободных Профсоюзов. Джему и его окружению все это очень не нравится. Первый звонок прозвучал все в том же 1993-м. К Пуделю в Хабаровск приезжает Верховный Атаман Союза Казачьих войск России и зарубежья Ратиев с целой группой полковников. К Джему в Комсомольск сразу идет донесение. Деньги из общака уходят непонятно куда, на каких-то клоунов. Одновременно с этим в Хабаровске появляется только что освободившийся вор в законе Виктор Киселев, кличка Кисель. Он лично приезжает в Комсомольск жаловаться на Пуделя. Владимир Петрович так себя ведет, ну, деньги уходят не туда, не сюда, ну, в общем, надо его с ним все как-то заказать. Последней каплей в чаше терпения Евгения Васина, как ни странно, стал подарок, который Пудель сделал ему на день рождения. Машину от Хабаровской братвы при перевозке случайно поцарапали. Выразили неуважение к союзному вору, законе, так, всероссийскому. Ну, в общем, и объявили Петровича Пуделя гадом, после чего он вынужден был покинуть Хабаровск. Понимая, что кольцо вокруг него уже сжалось и дальше только смерть, ответственный за Хабаровск самостоятельно оставляет свой пост и бежит с семьей в Москву. За ним не последовал ни один человек из его команды. За каких-то несколько лет ворам из Комсомольска на Амуре во главе с Джемом удалось, казалось бы, невозможное. Практически во всех дальневосточных областях находились их люди. Контроль был за всем. От лесного и рыбного бизнеса до торговли японскими иномарками и уличного криминала. На территории Хабаровского края в 90-е годы ни один даже залетный бандит не мог появиться без одобрения из Комсомольска. Единственным местом, где комсомольским ворам дали по рукам, был Владивосток. Приморская столица развивалась по своим правилам игры. И воровское движение здесь не прижилось с самого начала. Первой крупной бригадой во Владике считалась команда из третьей смены. Такое странное на первый взгляд название группировки объяснялось очень просто. Третья значит ночная смена. Красивая и разгульная. Бойцы группировки отличались дерзостью и жестокостью. Владивосток это портовый город. И именно это обеспечило его криминалу независимость от отчика. Начало перестройки, начало бума, именно автомобильного бума. Здесь возникла ситуация, при которой, как говорится, пошли шальные деньги. Денег было очень много. Люди за счет денег смогли себе обеспечить охрану, смогли обеспечить себе бизнес, смогли обеспечить себе серьезное развитие. И, соответственно, любые попытки людей из других регионов, из других городов застолбиться, было это бесполезно. Сергей Баула один из выходцев третьей смены. В период становления Владивостокского криминала, когда основное правило выживания было, кто первый выстрелит, Баула один из немногих начинает вкладывать криминальные деньги в легальный бизнес. Под крыло Баула переходят многие приморские коммерсанты. А его охрана состоит из нескольких сотен боевиков-спортсменов. Среди охранников и будущий мэр Владивостока Владимир Николаев. Була Троя, Николаев, Глотов, Дейкин. Они занимались в качестве раскачивания своих мышц, безусловно, в конечном результате. Они очень выглядели довольно-таки весомо, исходя из своего веса. И, безусловно, их назвали Винни-Пухи. Фронт работ Николаева – вымогательство и импорт автомобилей. За жестокость Володю даже в преступной среде быстро стали считать беспредельщиком. Авторитеты призвали Баула поставить на место взорвавшегося пацана. Но шеф осадить своего подчиненного не успел. Во время погружения с аквалангом профессионал-подводник Сергей Баула утонул. Возвращение с аквалангом профессионалом профессионал-подводник Сергей Баула утонул. Возвращение с аквалангом профессионал-подводник Сергей Баула утонул. Что шланги были перерезаны, что человек был утоплен. За наследство босса развязалась кровавая война. С одной стороны, Игорь Карпов, кличка Карп. Именно его братва и подозревала в убийстве авторитета Баула. С другой – Владимир Николаев, кличка Винни-Пух. Ну вот в этом месте мы видим Олимпиез. Здесь состоялась одна из событий тоже. Когда уже после смерти Сергея Баула, сразу же, будешь сказать, здесь была предпринята попытка убийства Николаева и Глотова. Были ранены, безусловно, но не они сами, а посторонние совершенно люди. Это было одно из начала, то есть, которое, я так думаю, привело в дальнейшем к гибели одного, как говорится, Карпова. Карпа убили в 1998 году. Чуть позже на его вдове женился нынешний губернатор Приморья Сергей Дарькин. По странному стечению обстоятельств, именно Дарькин был распорядителем на похоронах и Сергея Баула. Но продолжая внутренние войны, приморский криминал объединялся в боях против чужаков. Главная опасность исходила от московских и комсомольских воров в законе. Почему мы должны куда-то кому-то отстегивать, когда мы вот живем, скажем, на Приморской земле? Все попытки не настолько встречались активным противоборством. Джем, в свою очередь, своих гонцов направлял, но они смогли только закрепиться. Смотрящие от джема в Приморье были скорее дорогими гостями, чем непосредственными участниками дележки денег. К их указаниям особо не прислушивались, а тех, кто пытался серьезно заявить о себе, просто отстреливали. После побега Пуделя смотрящие за Хабаровском менялись, как перчатки. Сначала Беляев, он же Беляй, который пережил всего одну командировку в Москву, где его и убили. Затем Виктор Киселев, он же Кисель. В ранге смотрящего Кисель пробыл всего два месяца. Финансист Игорь Ример продолжает пользоваться безграничным доверием как воров из Комсомольска, так и представителей хабаровского криминалитета. По сути, Ример был держателем общака. Однажды к нему навстречу подъехали лидеры одной из хабаровских спортивных группировок Сергей Конкин и Аркадий Векслер. Векслер и Конкин для каких-то своих коммерческих планов у держателя общака, Римера Игоря Ильича, заняли крупную сумму денег и в установленный срок не вернули ее. 350 тысяч долларов, которые передал Ример из общака, Сергей Конкин и Аркадий Векслер неудачно вкладывают в одну из финансовых пирамид. Когда Игорь Ример понимает, что деньги ему уже не вернут, он все рассказывает ворам из Комсомольска во главе с Джемом. Воры дают команду смотрящему за хабаровском Виктору Киселеву разобраться. Вор в законе Кисель взбешен. Он сказал в недельный срок и тому и другому рассчитаться за занятые деньги. Смотрящий за хабаровском передает Конкину свои слова через Аркадия Векслера. Но Векслер рассказывает своему товарищу совершенно другое. Якобы Кисель приказал закатать их в асфальт. Тем самым смотрящему за хабаровском самому был вынесен смертный приговор. Летом около 9 часов утра Киселев вышел из подъезда. Из припаркованной автомашины по нему открыли огонь киллеры из двух автоматов. Как ни странно, но убийство Киселя было на руку комсомольскому общаку. Коронованный московскими ворами и имеющий поддержку из столицы Киселев был как кость в горле у Джема. Евгений Васин видел в нем своего конкурента. На место Киселева Джем назначает действительно своего человека. Сергея Меркумьянцева. Прозвище «Сосед». Это был, в общем-то, человек Комсомольска, комсомольских воров в законе, в частности Джема. И, в общем, он беспрекословно выполнял все его указания. Параллельно с этим киллеры ведут настоящую охоту за Игорем Риммером. Воры из Комсомольска хотят взять под свой личный контроль хабаровскую гостиницу и казино. Риммер единственный сопротивляется. Преступники подкарауливают его возле дома. Он все-таки сумел добраться до подъезда. Но в подъезде его ожидал второй киллер, который произвел контрольный выстрел. В Хабаровске заговорили. Комсомольские воры зарезали курицу, несущую золотые яйца. С одной стороны, нанесен невосполнимый урон своим же доходам. С другой, под новым смотрящим, по сути, выбили финансовый столб. Приехавший из небольшого городка сосед с трудом вникал в дела дальневосточной столицы. В последствии, скажем так, этого убийства, они не были катастрофически. По крайней мере, вот этому хабаровскому окружению определенный ущерб был нанесен. Те финансы, которые были, скажем так, пущены в дело, в отдельных моментах, наверное, знал только Риммер. Никак не сосед. Фактически, на соседа возлагаются лишь представительские функции. Он всего лишь свадебный генерал. Реальная власть у группировки Юры Масленникова, он же Юра Краб. Это из деревни Литовка, Амурского района. Родители работали в сфанкозе, причем отец занимал ответственные руководящие посты. Здесь, значит, купили квартиру в Хабаровске. Его послали учиться в институт педагогический. Кинофизо-воспитание. Он закончил педагогический институт. У него же сам спортсмен, физически крепкий. И пошел работать вышибалой в Русь. Еще при Киселе Юра Краб собирает своих однокурсников и создает группировку под крышей Киселева. Финансовую подпитку структуры осуществляли предприниматели из Армении. Все армянские коммерческие структуры работали на эту группировку. Значит, открыли бары, казино. Не казино, а рестораны, магазины. И Краб стал возглавлять эту группировку. Когда ответственным за город назначили Сергея Меркумьянцева, он же сосед Юра Краб, только усиливает свое влияние. А вскоре сосед погибает. Он был застрелен во дворе собственного дома. С автомата расстреляли машину. Мерседес, за рулем которого был Казаков, Меркумьянцева сидел на пассажирском сидении. Охрана Меркумьянцева в тот момент даже не сделала, не произвела ни одного выстрела по нападавшему. 22 февраля 2001 года. Комсомольск-на-Амуре. Центр города. 9 часов вечера. В кафе «Чародейка» в это время не протолкнуться. Местная молодежь назначает здесь любовные встречи, посиделки с друзьями, отмечает свои дни рождения. Неожиданно раскрываются входные двери, и в небольшое помещение влетают несколько бутылок с зажигательной смесью. А торопевшие охранники реагируют только на последнего поджигателя и выбивают из его рук очередную емкость с горящей жидкостью. Какие-то мгновения, огненные вспышки и всех посетителей охватывают языки пламени. Ужасная смесь, я пью, я вам. Бутылки зажигательной смеси в банке. Скажем так, хотели помешать нашему бизнесу. Просто хотели помешать этому кафе работать, скажем так. Оно чем-то помешало кому-то. Заживо сгорели четыре человека. Еще четверо умерли в больницах Комсомольска. Город шокирован. С молодых людей, которым удалось вырваться из кафе, слезла кожа. Тела погибших были обуглены до костей. Сразу после трагедии население Комсомольска вышло на улицы, требуя наказать виновных. Кафе работало 24 часа в сутки. Можно было прийти в 5 утра и его сжечь, когда не было народа. То есть я знаю одно точно, что люди, которые это делали, шли сжигать народ. Одного исполнителя преступления нашли на следующее утро после поджога. Он был повешен своими же, недалеко от самого места преступления. Подельники опасались, что милиция быстро вычислит получившего ожоги преступника. Именно из его рук охранники выбили бутылку с зажигательной смесью. Еще двоих исполнителей задержали через несколько дней. Все поджигатели так или иначе принадлежали к комсомольскому общаку. По версии следствия, у хозяина-чародейки комсомольского предпринимателя Эдгара Зайцева произошел конфликт с Евгением Васиным. И Джем дал команду своим подчиненным проучить строптивого бизнесмена. 20 сентября 2001 года за Джемом пришли. Евгения Васина застали лежащим в постели. Вора в законе арестовали в его собственном доме в Комсомольске-на-Амуре, в его родном районе Дземге, с которого все и началось. Хозяин Дальнего Востока неторопливо надел брюки, пальто и взял заранее собранную сумку с вещами. Таким в последний раз и увидела своего батю, прибывающая к дому братва. Неожиданная смерть Евгения Васина в Хабаровском следственном изоляторе дала толчок многочисленным слухам. И даже официальный диагноз «сердечный приступ» только подлил масло в огонь. Среди братвы поползли разговоры. Джема убрали, чтобы он не смог раскрыть своих связей с дальневосточными властями. В 2001 году ответственным за город был назначен уже Джемом. Вася находился на лечении, к нему в больницу пришел краб, и Джем сказал, что теперь за городом будешь смотреть ты. В общем-то, до 2004 года городом управлял краб. Забирать тело вора в законе Джема тоже приехал краб. После смерти бессменного лидера, руководство криминальным хозяйством Дальнего Востока взяло на себя комсомольское воровское политбюро. Эдуард Сахнов по кличке Сахно. Олег Семакин, кличка Ева. И Олег Шохерев, он же пенсионер. Их требования к своим подчиненным, положенцам и смотрящим в различных дальневосточных регионах совершенно не отличались от выстроенной еще Евгением Васиным криминальной структуры. Навязывание бандитской крыши, возврат угнанных автомобилей за крупный выкуп, контроль над рыбным промыслом, браконьерская заготовка леса. Так продолжалось до 2004 года, пока ответственный за Хабаровск Юрий Масленников не решил, что пора уходить в самостоятельное плавание. Краб, в общем-то, стал неугодный комсомольским ворам. Краб перестал платить. Пошла натяжка у него. Тогда возглавлявший общак Сахнов, кличка Сахно, он назначил ответственным Уманского. Юра Краб решает идти в открытое противостояние с комсомольскими. Он организует покушение на их нового лидера Эдуарда Сахнова. Но киллеры ошибаются. В машине, которую расстреливают преступники, Сахнова не было. Вор в законе Сахнов в ярости. Он объявляет общий сбор общака. В группировке Юры Краба самая настоящая паника. Многие его бойцы через нового смотрящего за Хабаровском Пашу Уматова передают в Комсомольск о своем желании вернуться в общак. Человек, который принимал самое активное участие в этом, некий такой по кличке Пряник, он кончает жизнь самоубийством. Все, кто мог, побежал, кается. Доподлинно неизвестно, с кем из высокопоставленных чиновников или силовиков встречается в столице опальный криминальный лидер Хабаровска. Но то, что такие контакты были, можно утверждать с уверенностью. Иначе как объяснить увидевшие свет официальные показания на комсомольских воров в законе и последующее возбуждение уголовного дела против общака? Из показаний Юрия Масленникова. Хабаровский общак создан полностью по образу и подобию общака Комсомольского. Эту организацию отличает сплоченность всех участников, совместные согласованные действия между собой, постоянная взаимосвязь и информированность о криминальной обстановке на контролируемой территории. Для этой цели мной, а также другими ответственными по два раза в день проводились стрелки сбора членов общака. За игнорирование указаний старших и непосещение стрелок люди наказывались. Их избивали битами. Результат этих откровений не заставил себя ждать. 2005 год. Комсомольск на Амуре. Правоохранительные органы проводят широкомасштабную операцию. В городе проходят обыски и аресты. Дальневосточных воров в законе под телекамеры загружают в автозаки. А Юра Краб и несколько его приближенных получают статус особо важных свидетелей. По закону все они освобождаются от уголовной ответственности за совершенные преступления. Показания, которые дал Юрий Масленников и его сподвижники, действительно важные для следствия и суда доказательства вины воров в законе из Комсомольска на Амуре. Но на Дальнем Востоке по обе стороны баррикад считают, что Юра Краб сам загнал себя в угол. Он рассказал то немногое, что было выгодно ему одному. В общем-то я думаю, что после такого он не вернется. Если вернуться сюда в Хабаровске, то ему нужно вот с охраной ходить просто вот. И иметь бронежилет от макушки до пятой. 2007 год. Тогда еще президент России Владимир Путин дает указания о декриминализации Дальнего Востока. Это самое главное для всех уровня власти и управления. Но мало кто знает, что на восточных границах нашей страны с организованной преступностью практически покончено. Начались новые времена. На данный момент лидеры общага, мы знаем, что кто-то умер, кто-то находится под следствием, именно находится в городе Хабаровске. Также произведены аресты во всех регионах. Это касается регионов Приморского края, Сахалинской области. Безусловно, что те сферы влияния, которые непосредственно осуществлял, где осуществлялось влияние общаг, они перешли под сферу влияния государственных органов. На этих кадрах материалы, которые можно без преувеличения назвать уникальными. Это остатки базы оперативного учета криминальных лидеров всего Дальнего Востока. На сегодняшний день такой базы не существует. Она уничтожена. По странному стечению обстоятельств, это совпало с приходом на должность начальника главка генерала Анатолия Золотарева. На 100% он уничтожен. В этой оперативной базе попадалось не только видеозаписи, были оперативные информации и общие сведения по базам, учредителям. В 2001 году Анатолий Павлович пришел на Восточно-федеральное управление. Кроме этого, всех, кто что-то знал, то есть больше 200 сотрудников, были просто выкинуты оттуда. Ну, не считая руководства, может быть, это совпало. Но это причина того, что группировка фактически стала бесконтрольной. В осенью 2006 года оперативные сотрудники Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу проводят крупномасштабную операцию. Обнаружена нелегальная поставка в нашу страну китайского ширпотреба и дешевых, опасных для жизни игрушек. Гаврик занимался непосредственно контрабанным ввозом товаров народного потребления, шмурдяк, так называемый, на территорию Российской Федерации. У него непосредственно имеется ряд предприятий, на него зарегистрирована схема. Есть очень серьезные схемы. Предприниматель Сергей Гаврик известная на Дальнем Востоке личность. По оперативным данным, Гаврик проходит как руководитель российской китайской группы, которая, используя свои связи в правоохранительных органах, наладила крупнейший на сегодняшний день контрабандный канал в России. Дети, товары народного потребления, значит, сгружались в общие склады. Склады, которые, как потом выяснялось, принадлежали гражданам КНР. Случайно или нет, но спецоперацию оперативники начали именно в тот момент, когда начальника главного управления Золотарева не было в городе. Он улетел в Москву на совещание. Золотарев Анатолий Павлович. То был разгром полнейший, было видно, что он не просто крайне недоволен, а недоволен вообще, что данное мероприятие было поведено. Окончательно милиционеров добила информация, полученная по оперативным каналам. После этого случая был звонок Золотареву и была встреча Золотареву с консулом в ресторане Пекин. После этого разговора и после всех этих изъятий Золотарев на совещании от дела требовал вернуть товар. Просто не письменно, а устно, угрожая, на повышенных тонах требовал, заставлял оперативников вернуть товар. Итог – демонстративное уничтожение лишь небольшой части китайского ширпотреба и отсутствие привлеченных к уголовной ответственности крупнейших в регионе контрабандистов. Одно уголовное дело, то есть, вообще было одно уголовное дело. Значит, это то, что было сразу возбуждено по факту контрабанды, да? Значит, оно не то, что не дошло до суда, а в дальнейшем даже предпринимались попытки, чтобы возбудить уголовное дело по тем сотрудникам, которые занимались этим. После этого случая милиционеры вспомнили еще одну очень похожую историю. Ноябрь 2003 года. В производстве следователей дальневосточного главного управления МВД Инны Лавягиной и Владимира Хомика оказалось дело о хищениях в филиале одного из крупных российских банков. Было арестовано достаточно много имущества, потом недвижимого имущества, которое было приобретено на деньги похищенные в банке. А какой сумме идет речь? Значит, растрата только по кассе в филиале была 310 миллионов. Руководство финансового учреждения, не стесняясь, выводило крупные суммы денег и вкладывало их в недвижимости ценные бумаги. Ущерб, который выявил следствие в процессе расследования, более полутора миллиардов рублей. А дело серьезное, большое, объемное. Поставил объем уголовного дела 200 томов. Расследование шло по плану. Арестованные уже знакомились с материалами обвинения. Но вдруг приходит приказ. Дело прекратить, арестованное имущество вернуть. Сказалось, что обвиняемые нашли контакт с начальником главного управления, Волоколиевым. И буквально нас начали выводить из группы с тем, чтобы, первое, разводить уголовное дело беспрепятственно с нашей стороны одному из обвиняемых измерить первое пресечение. Следователи отказались выполнить, как им казалось, преступный приказ. И очень быстро об этом пожалели. Вот эти все действия, что мы помешали ему сделать за то, что помешали разводить уголовное дело, помешали освободить обвиняемого. Притом обвиняемый до последнего, до последнего дня был уверен в том, что ему изменят первое пресечение, не связанное с лишением свободы. Естественно, Волоколиев, видимо, простить нам это не смог, но были уволены. Кадровая чехарда в главном управлении МВД по ДФО – тема отдельного разговора. Только за прошлый год из главка вынуждены были уволиться или добровольно перевестись в территориальные отделы милиции сотни человек. Профессионалов выдавливали всеми возможными способами. Сегодня в Хабаровском суде слушается дело, организованной преступной группировки из Комсомольска на Амуре. На скамье подсудимых вскормленные Евгением Васиным последние дальневосточные воры в законе. Ева Сахно Шохерев. Высокие чины рапортуют в Москву о победе над криминалом, но в этих докладах нет ни строчки о том, что сотни милиционеров, благодаря которым в том числе обезглавлен комсомольский общак, выброшены из системы. Чья-то злая рука по-тихому избавляется от профессионалов. Все очень напоминает крупномасштабную зачистку. Вот только для кого зачищают пока еще богатые ресурсами регион? И не повторится ли кровавая история Дальнего Востока вновь? Надо сказать, что подобные истории характерны не только для Дальнего Востока. На канале РЕН-ТВ в ближайшее время выйдет фильм расследований о коррупции в высших эшелонах власти. Вы даже не представляете, о каких фамилиях и о каких суммах идет речь. Продолжение следует...